Добрый день, уважаемые слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – эпоха Екатерины II. В рамках данной лекции мы рассмотрим внутреннюю политику, проводимую императрицей. Итак, XVIII век был веком противоречивым и не для одной России, но и для всей Европы тоже. В России в царствовании Екатерины II противоречивость времени стала особенно заметна, и многие образованные люди, прежде всего сама властительница, замечали это. Пытались действовать во благо, но ход времени нельзя преломить одним желанием, ведь жизнь диктует свое. Екатерининский век, золотой век русского дворянства, вошел в историю как сплав просвещения и рабства. Императрица вдохновлялась идеей просвещенной монархии. О просвещенной монархии в XVIII веке писали Вольтер, Руссо и другие просветители. Хочу напомнить, что просветители – это мыслители XVIII века, которые высказывали идеи о естественном равенстве людей, боролись за установление политической свободы во обществе, отмену сословных привилегий, гражданское равенство людей перед законом, иными словами, за царство разума. Просветители говорили о необходимости образования и распространения научных знаний. Многие просветители выступали против мракобесия и предрассудков. Они высмеивали и бичевали произвол и деспотизм. В те времена многие полагали, что история совершается поступками великих людей, полководцев, государственных сановников и, конечно, монархов, от которых зависит процветание или несчастье государств. Просветители негодовали на несуразности произвол, несправедливости окружающей их жизни, но они думали, что просвещенный правитель сможет все это изменить. Нужно лишь издать соответствующие законы и смотреть, чтобы они строго исполнялись. Тогда сильно не сумеет обидеть слабого, богатый не будет тянуть последние жилы из бедного, а слабый и бедный не покусится из зависти на имущество и положение богатого. Восторжествует общественное равновесие, всеобщее благо. Назвать порядок только принуждением, считали лучшие умы 18-го столетия, нельзя. Это деспотизм. Необходимо убеждать людей, что законы и порядок нужны для общего блага, а убедить можно лишь образованных подданных, у которых развит разум. Поэтому главный инструмент исправления общества – это просвещение. И чем больше будет школ, университетов и книг, тем лучше. Постепенно, по мере охвата общества, просвещением монарх должен расширять права и свободы подданных, но спешить с дарованием прав и свобод тоже не следует, чтобы не попасть в положение так называемого дрессировщика, спустившего неприрученного медведя. Идеям просвещенного абсолютизма пытались следовать многие европейские монархи, в частности, переписывавшиеся с Вольтером прусский король Фридрих II, просветителем и образованным коронованным персонам 18-го века, хотелось создать союз мыслителей королей во имя разума и общего блага. Но в реальности это плохо удавалось. Здесь властитель ума, некоронованный король Европы Вольтер, не мог ужиться в своем одиночестве с королем солнцем Людовиком XIV и его наследником Людовиком XV, потому что он постоянно убеждался, насколько слова французских монархов расходятся с делами. В жизни короли скорее руководствовали знаменитой фразой Людовика XIV, государство «это я». Погостив у Фридриха II, увидев произвол чиновника в стране, дикую мушту в армии, грязь придворной жизни, Вольтер весьма разочаровался в просвещенном абсолютизме прусского образца. Заняв трон в результате заговора, Екатерина II должна была править так, чтобы оправдаться в глазах подданных, прежде всего поддержавших ее дворян, и удостоиться их любви и признательности. Екатерина II не подтвердила указ от 18 февраля 1762 года о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, но и не отменяла его. Дворяне получили право оставлять военную или гражданскую службу и выходить в отставку, когда пожелают. Они могли вообще не служить, жить в столице, городах или имениях по своему усмотрению. Благородные люди имели право в любое время уезжать за границу, служить у иностранных правителей и потом, возвратившись на родину, продолжить свою карьеру здесь, в полученном за рубежом звании. Отменялись все телесные наказания дворян. Дворяне имели право лично обращаться к императрице с прошениями и жалобами. Историк Василий Осипович Ключевский остроумно заметил, что так было покончено с дворянским крепостным правом. Далее историк продолжал, что по требованию исторической логики и общественной справедливости на другой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного права. Она и последовала на другой день, но спустя 99 лет. Здесь он имел в виду, что манифест об отмене крепостного права вышел 19 февраля 1861 года. Но тогда, в 1762 году, Петр III и не думал освобождать крестьян. Екатерина II много раз неодобрительно высказывалась о крепостном праве, называла его рабством, но не решалась упразднять, потому что российским помещикам крепостное право казалось явлением естественным, и они свергнули бы любого, кто покусился бы на их выгоду. К разговорам о вреде рабства большинство дворян относилось либо равнодушно, либо враждебно. Примеры тому конкурс, объявленный Вольным экономическим обществом. Это общество возникло в 1765 году и ставило целью знакомить помещиков с рациональными способами ведения хозяйства. На конкурс поставили вопрос, «Полезно ли для общества, чтобы крестьяне имели в собственности землю и иное движимое и недвижимое имущество?» На конкурс поступило 162 работы, из них 155 прислали иноземцы, в том числе Вольтер и знаменитый математик Эйлер, и только 7 – русские. Некоторые отечественные авторы критиковали пороки крепостничества, но о необходимости свободы крестьян говорилось в иностранных работах. Впрочем, даже победитель конкурса, французский ученый, Де Лабей советовал не спешить в России с отменой крепостного права, так как дикого русского мужика необходимо просветить и подготовить к воле. Дворянское столичное общество знало о содержании конкурсных работ в основном по слухам. Их не печатали, а рассматривали в узком кругу с участием императрицы. Призывы вольного экономического общества к внедрению в хозяйство, новшеств не находили широкого отклика, а провинциальные дворяне часто вообще о трудах вольного экономического общества ничего не слышали. Большой шум в России вызвала другая инициатива императрицы. Екатерина II заявила, что для улучшения коренным образом российских порядков необходимо составить новое уложение справедливых и разумных законов. Выработку новых законов она решила поручить уложенной комиссии из выборных представителей почти всех сословий. И вот в 1767 году в Грановитой палате Московского Кремля собрались 564 депутата, представители дворян, купцов, государственных крестьян и даже депутаты от различных народов, входивших в Российскую империю. Недопущены к работе в уложенной комиссии были только крепостные. Депутаты привезли с мест наказы, то есть пожелания к новым законам. Открылась работа уложенной комиссии слушанием наказа Екатерины II. Императорский указ содержал пересказ и заимствование из работ просветителей Монтеске, Бекария, Юста и статей и знаменитой французской энциклопедии. Что же такое энциклопедия, или как по-другому она называлась, толковый словарь наук, искусств и ремесел? Эта книга составлена французскими просветителями во главе с Дидро. Статьи энциклопедии писали с учетом последних достижений наук. Энциклопедия явилась гимном «Свободе человека», «Здравому смыслу» и «Разуму век», когда деспотизм монархов и властей давал себя знать чуть ли не каждый день, когда еще нередки были случаи религиозного фанатизма и случались варварские казни еретиков. Екатерина заявила, что намерена продолжать дело преобразования России на европейский лад, начатое Петром Великим. Императрица высказалась против крепостного права, против обычая применять в суде и следствии пытки, говорила о веротерпимости, предложила обсудить вопрос о равенстве всех людей перед законом. И в заключении Екатерина выразила надежду, что новое уложение сделает российский народ самым счастливым. Речь императрицы произвела впечатление в России и за ее пределами. Екатерина II восхищались те самые просветители, то есть Вольтер, Дидро, Гримм и другие европейские просветители, с которыми российская императрица вела оживленную переписку. Позже Вольтер написал одному из своих русских корреспондентов по переписке, цитирую, «Я боготворю три предмета – свободу и терпимость вашу императрицу». Начались заседания у вложенной комиссии, которые тянулись полтора года, общее благо никак не вырисовывалось и каждое сословие отстаивало свои интересы. Государственные крестьяне жаловались на тяжесть налогов, на захват земель помещиками, купцы возмущались тем, что дворяне открывают заводы и занимаются торговлей. Большинство дворянских депутатов наотрез отказывались сократить свою власть над крепостными и об освобождении крепостных людей слышать не хотели. Лишь отдельные депутаты предлагали меры, которые, не ущемляя материальные интересы помещиков, защищали крестьян от их всемогущества. Так, дворянин Козельский предлагал закрепить законом оброки и повинности крепостных, чтобы помещики не могли самовольно увеличивать их. Депутат Маслов заявил, что следует создать особую государственную коллегию для управления владельческими крестьянами, которая бы собиралась крепостных подать и оброки в пользу помещиков, и несколько депутатов стояло за наделение крепостных крестьян правом собственности на землю. Между тем грянула война с Турцией, многие дворяне-офицеры заспешили в полки, и под предлогом войны деятельность комиссии временно приостановили, но по окончании военных действий она так и не возобновила свою работу. Какой же был итог деятельности уложенной комиссии? Перед своим отбытием из Москвы депутаты, подражая сенаторам Петровских времен, преподнесли Екатерине второй три звания императрицы, матери Отечества и Великой. Первые два Екатерина приняла, а по поводу третьего сказала, что история определит, можно ли называть ее великой. Александр Сергеевич Пушкин считал, что уложенная комиссия закончилась фарсом, но на наш взгляд это не так. Во-первых, захватившая трон путем перевороту царица сумела легализоваться, получив от уложенной комиссии титул императрицы. Во-вторых, Екатерина II имела возможность оценить общественное мнение, и, наконец, Россия ознакомилась через наказ с основными идеями просвещения. Некоторые аристократы, например, воспитатель наследника Павла Никита Панин, надеялись, что при Екатерине II будет ограничена самодержаве в пользу дворянства и, прежде всего, аристократии. Панин разрабатывал проект «Реформ», который был сродни идеям Голицына. Через несколько недель после возведения Екатерины II на трон воспитатель ее сына Никита Иванович Панин поднес Екатерине II проект. Там Панин живо изобразил временщиков-куртизанов и ласкателей, которые сделали из государства гнездо своим прихотям и потворствуют лихоимству, роскоши, мотовству и распутству. Исправить положение Панин предлагал, ограничив самодержание особым императорским советом из 6-8 человек и создание Верховного Сената, где соседали бы пожизненные депутаты, назначенные монархом, и депутаты, избранные от дворянства. В XIX веке декабрист Фан Визин рассказывал, что Панин желал, чтобы Сенат был бы облечен полной законодательной властью, а императорам оставалось бы исполнительное с правом утверждать обсужденные принятые Сенатом законы и обнародовать их. Идеи Панина, как мы видим, пересекались с идеями Голицына, пытавшегося ограничить самодержавие в 1730 году, но Екатерина II не допускала никакого вмешательства в свои самодержавные права. Она вообще была убеждена, что абсолютная монархия – это идеальная форма правления для России. «Российская империя есть столь обширная», пишет императрица, «что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительные в исполнениях». Однако предложение Панина о реформе Сената было одобрено императрицей, и в 1764 году он был разделен на 6 департаментов с 5 сенаторами в каждом, что повысило эффективность его работы. Панин в конце концов сжег проект своей Конституции. Правда, рассказывали, что даже за два дня до своей смерти этот высокопоставленный Екатерининский вельможа убеждал наследника престола Павла даровать России Конституцию. Кстати сказать, своего сына Павла по мере его взросления Екатерина II стала, можно так сказать, недолюбливать. Она полностью отстранила сына от участия в государственной деятельности, и в конце своей жизни императрица подумывала оставить престол внуку, собственно, Александру Павловичу. Итак, неограниченная русская самодержавия не пострадала при просвещенной императрице. Новое вложение справедливых законов тоже не было создано. Но законы в стране принимались. Так, по указу от 17 января 1765 года помещик мог отправить неугодного своего крестьянина уже не только в ссылку в Сибирь, но и на каторгу. Причем срок каторжных работ устанавливал сам помещик. Он же мог в любой момент вернуть каторжного домой. Два других екатерининских указа запрещали под угрозой ссылки в Нерчинск крепостным жаловаться на помещика и возлагали содержание воинских команд, посланных усмирять волнение крестьян, на самих крестьян. Вовсю процветала торговля крепостными людьми, и лишь одного права не имел помещик, это убивать крепостных. Но на деле многие крестьяне умирали от наказаний, подноложенных хозяевами. Психически ненормальная помещица Дарья Салтыкова, замучившая до смерти около ста человек, прежде чем ее отдали под суд за душегубство, Салтыкова была признана виновной и заключена в монастырскую тюрьму впоследствии. В 1750-х годах в состоянии волнения находились приписные к заводам крестьяне, их положение было незавидным, многие казенные мануфактуры передали помещикам, а те, в свою очередь, увеличивали повинности крестьян, переводя их с денежного оброка на дополнительные внезаводские работы, то есть заготовку и поставку дров к заводам и тому подобное. Приписные крестьяне рапотали, их главным чаянием была отмена заводской барщины и возвращение статуса государственных крестьян. Екатерина II отправила на заводы Урала и в иные места воинские команды, которым поручалось привести заводских людей в должное послушание. И действия команд отличались жестокостью. Так, в 1762 году генерал-квартирмейстер Вяземский на уральских заводах устраивал почти поголовные порки, приписные к заводам людей. Но в то же время грубое давление на крестьян чередовалось Екатерининский век с мерами, которые облегчили положение отдельных групп крестьян. Екатерина II ограничила произвол ассейских баронов, то есть немецких по происхождению дворян при Балтике, введя регламентацию повинностей прибалтийских, латышских и эстонских крепостных крестьян. Прибалтийским крестьянам разрешили подавать жалобы на произвол помещиков, были ограничены телесные наказания крестьян. Годом ранее, в 1764 году, вышел Екатерининский указ о секуляризации церковных владений, такой указ издавал и Петр III в 1762 году, но в ходе дворцового переворота в пользу Екатерины его отменили. Около двух миллионов монастырских крестьян обоего пола перешли в управление коллеги экономии, поэтому их стали называть экономическими. Положение бывших монастырских крестьян улучшилось, ненавистную барщину отменили, крестьяне получили дополнительную землю к наделам, и государство не обязаны были теперь выплачивать денежный оброк, что способствовало торговой деятельности крестьян, росту их предприимчивости и инициативы. По мнению историков, до 1764 года примерно 100 тысяч монастырских крестьян находились в волнении. Екатерина II в своих записках свидетельствовала, что в год ее вошедствия на престол до 150 тысяч монастырских и помещичьих крестьян отложились от послушания, коих всех усмирить надлежало. После указа о секуляризации волнения бывших монастырских крестьян пошли на убыль. Указ о секуляризации имел еще одно важное следствие. Государству была окончательно подчинена православная церковь. Это явилось завершением длительного процесса постепенного лишения церкви самостоятельности, поэтому духовенство спокойно восприняло волю императрицы. Лишь ростовский митрополит Арсений Мациевич выступил против, за что был лишен саны и отправлен в ссылку. Балами и празднествами двор Екатерины затмил Елизаветинский. Он блистал роскошью и чтобы в те времена быть светским человеком, надо было иметь несколько кафтанов с золотым шитьем, бархатную шубу с золотыми кистями и всякие мелочи типа осыпанных драгоценными камнями табакерок, парадный выезд с шестеркой лошадей и золоченым экипажем. Наряды придворных дам удивляют изысканностью, богатством и числом. Впрочем, придворные кавалеры немногим уступают дамам. Костюм графа Орлова, например, был расшир бриллиантами и стоил миллион рублей. Однако, двор Екатерины II отличался от прежних не только роскошью. У придворных и высшего общества теперь стало модным блеснуть знанием трудов знаменитых мыслителей XVII-XVIII веков. Дворяне выписывали из-за границы произведения просветителей десятками и сотнями томов. Каждый столичный вельможи считал необходимым иметь хорошую библиотеку и книги читали в подлинниках, переводов на русский язык почти не существовало. Дворянство, особенно столичное и аристократия, были уже достаточно хорошо образованы. Многие говорили на нескольких языках, в моду входил французский язык. При Екатерине выросла первая непоротое поколение российских дворян, которые обладали чувством достоинства и имели представление о чести благородного человека. Но при всем этом просвещенная царица окружила себя невиданно большим числом любимцев. Двор погряз в интригах и разврате, правда, лишь некоторые из фаворитов Екатерины II, например, Алексей и Григорий Орлов или Григорий Потемкин, допускались к управлению государством. Другие фавориты продолжительное или краткое время царствовали при дворе. Впрочем, как вельможи в случае, они могли влиять на государственные дела близостью к императрице, имея возможность замолвить словечко. Поэтому дружбой с фаворитами не пренебрегали даже видные сановники и военные чины. Екатерина щедро награждала фаворитов, полководцев вельмож и дарила поместье десятками тысяч крепостных. Знаковым событием Екатерининской эпохи также стала так называемая Пугачевщина. Главной причиной народных волнений, включая восстание под предводительством Емельяна Пугачева, было усиление крепостного права и рост эксплуатации всех слоев черного населения. Казаки были недовольны наступлением правительства на их традиционные привилегии и права. Коренные народы по Волжье и Приурале испытывали притеснение и от властей, и от действия русских помещиков и промышленников. Войны, голод, эпидемии также способствовали народным восстаниям. Например, московский чумный бунт 1771 года возник вследствие эпидемии чумы, занесенной с фронтов русско-турецкой войны. В сентябре 1773 года яицкие казаки могли слышать манифест чудом спасенного царя Петра III. Тень Петра III вообще в предшествующие 11 лет не раз являлась в России. Некоторые смельчаки назывались государем Петром Федоровичем, объявляли, что хотели они вслед за вольностью дворянству дать волю крепостным, дожаловать казаков, работных людей и прочий весь простой лют, но дворяне вознамерились их убить и пришлось им скрываться до времени. Самозванцы эти быстро попадали в тайную экспедицию, открытую при Екатерине II взамен распущенной канцелярии тайных разыскных дел и их жизнь обрывалась на плахе. Но появлялся вскоре где-нибудь на окраине живой Петр III и народ хватался за слух о новом чудесном спасении императора. Но из всех самозванцев лишь одному донскому казаку Емельяну Ивановичу Пугачеву удалось разжечь пламя крестьянской войны и возглавить беспощадную войну простолюдинов против господ замужицкое царство. Восстание началось на Яйке что было не случайно. Волтения на Яйке начались еще в январе 1772 года когда яицкие казаки с иконами и хоробами явились в свою столицу Яицкий городок просить царского генерала сместить угнетавшего их атамана и часть старшины да восстановить прежние привилегии яицких казаков. Правительство в то время изрядно потеснило казаков Яйка их роль в пограничной страже упала казаков стали отрывать от дома отправляя в дальние походы выборность атаманов и командиров была отменена еще в 1740 годы. В устье Яйка рабопромышленники поставили по царскому дозволению заграждения которые затрудняли продвижение рыбы вверх по реке что больно ударило по одному из основных казачьих промыслов рыболовству. В Яйцком городке шествие казаков было расстреляно солдатский корпус прибывший чуть позже подавил казацкое возмущение зачинщиков казнили непослушные казаки разбежались и затаились но спокойственной Яйки не было казачий край по-прежнему напоминал пороховой погреб искрой искрой которая его взорвала и стал Пугачев 17 сентября 1773 года он зачитал свой первый манифест перед 80 казаками на другой день у него было 200 сторонников а на третий 400 5 октября 1773 года Ямлиан Пугачев и 2500 его сподвижников начали осаду Оренбурга пока Петр Третий шел к Оренбургу весть о нем облетела всю страну по крестьянским избам шептались как везде императора встречают хлебом с солью торжественно гудят в его честь колокола казаки и солдаты гарнизонов небольших пограничных крепостниц без боя распахивают ворота и приходят на его сторону а кровопить дворян в кавычках царь без промедления казнит и их вещами жалуют восставших сначала некоторые храбрецы а потом и целые толпы крепостных с Волги побежали к Пугачеву в его лагерь у Оренбурга вооружены повстанцы были дурно рогатинами обожженными кольями дубинами и лишь некоторые имели ружья но не могли ими пользоваться с толком император принимал всех хотя ценил более сведущих в военном ремесле казаков да солдат перебежчиков особенно пушкарей у выставших была своя артиллерия составленная из захваченных в крепостях пушек Оренбург был хорошо укрепленным губернским городом его защищали 3000 солдат пугачев стоял под Оренбургом 6 месяцев но взять его так и не сумел однако войско восставших выросло в некоторые моменты восстания его численность достигала даже 30 тысяч человек царь Петр Третий пытался внести порядок в мятежную народную стихию и повстанцы были поделены на полки возглавляемые выборными или назначенные пугачевым офицерами в пяти верстах от Оренбурга Пердия сделал он свою ставку при императоре из его охраны образовалась гвардия на пугачевские указы ставили большую государственную печать и при царе в кавычках действовала военная коллегия сосредоточившая военную административную и судебную власть в своей ставке на поле битвы под Оренбургом Пугачев отлично играл царскую роль он издавал указы не только от себя лично но и от имени сына и наследника Павла часто при людях Емельян Иванович доставал портрет великого князя и гладя на него говорил со слезами ох жаль мне Павла Петровича как бы окаянные злодеи его не извели в другой раз самозванец заявлял что сам я царствовать уже не желаю а восстановлю на царство государя цесаревича еще Пугачев показывал сподвижникам родимые пятна в народе тогда все были убеждены что цари имеют на теле особые царские знаки красный кафтан дорогая шапка сабли решительный вид завершали образ государя и хотя внешность Емельяна Ивановича была непримечательна он был казак 30 с небольшим лет среднего роста смугловатый волосы стрижены в круг и лицо обрамляло лишь небольшая черная борода но он был таким царем каким желала видеть царя мужицкая фантазия то есть лихим безумно отважным степенным грозным и скорым на суд над изменниками он казнил и жаловал казнил помещиков и офицеров жаловал простых людей и на например появился в его лагере мастеровой Афанасий Соколов по прозвищу Хлопуша и видя так называемого царя пол в ноги и повинился сидел он Хлопуша в Оренбургской тюрьме но был выпущен губернатором и пообещав за деньги убить Пугачева император Пётр III прощает Хлопуша да еще назначает его полковником и вскоре Хлопуша прославился как решительный удачливый предводитель другого народного вожака Чику Зарубина Пугачев произвел графы и звал не иначе как Иваном Никифоровичем Чернышевым среди пожалованных вскоре оказались прибывшие к Пугачеву работные люди и приписные горнозаводские крестьяне а также восставшие башкиры во главе с знатным молодым богатырем поэтом Салаватом Юлаевым и башкирам царь возвращал их земли башкирии принялись поджигать русские заводы построенные в их край и при этом уничтожались деревни русских поселенцев жители вырезались чуть ли не поголовно между тем на выручку осажденному Оренбургу с верными Екатерине второй войсками спешил генерал-майор Кар но его полуторатысячный отряд был разгромлен тоже произошло и с воинской командой полковника Чернышева остатки правительственных войск отступили в Казань и вызвали там панику среди местных дворян дворяне уже были наслышаны о свирепых расправах Пугачева и начали разбегаться бросая дома имущество и положение складывалось нешуточное Екатерина чтобы поддержать дух поволжских дворян объявила себя казанской помещицей и к Оренбургу стали стягиваться войска для них требовался главнокомандующий человек талантливый энергичный и Екатерина вторая ради пользы могла поступиться убеждениями в этот решающий момент на придворном балу императрица обратилась к Бибикову которого не любила заблизость к своему сыну Павлу и конституционные мечтания и с ласковой улыбкой попросила его стать главнокомандующим армией Бибиков отвечал что посвятил себя службе отечества и конечно примет назначение надежды Екатерина оправдались 22 марта 1774 года в шестичасовом сражении под Татищевой крепостью Бибиков разгромил лучшие силы Пугачева 2000 пугачевцев были убиты 4000 ранены или сдались в плен у повстанцев захватили 36 пушек Пугачев был вынужден снять осад Оренбурга и уже казалось что бунт подавлен но так только казалось весной 1774 года началась вторая часть пугачевской драмы Пугачев двигался на восток Башкирию и на горно-заводской Урал когда он подошел к Троицкой крепости самой восточной точке продвижения повстанцев его армии насчитывалось 10 тысяч человек восстание захлестывало разбойные стихии пугачевцы жгли заводы отнимали у приписных крестьян и работных людей скот другое имущество чиновников приказчиков пленных господ уничтожали без жалости иногда самыми изуверскими способами часть простолюдинов пополняла отряда пугачевских полковников другие избивались в отряда вокруг завода владельцев раздавших своим людям оружие чтобы защитить их свою жизнь и собственность войско пугачево росло за счет отрядов поволжских народов удмуртов марийцев чувашей и с ноября 1773 года манифесты Петра 3 призывали крепостных расправиться с помещиками возмутителями империи и разорителями крестьян а дворянские дома и все их имения брать себе в награждение 12 июля 1774 года император с двадцатитысячным войском взял Казань но в Казанском Кремле заперся правительственный гарнизон и к нему на помощь подоспели царские войска во главе с Михельсоном 17 июля 1774 года Михельсон разбил пугачевцев так называемый царь Петер Федорович бежал на правый берег Волги и там крестьянская война развернулась вновь уже с большим размахом пугачевский манифест 31 июля 1774 года даровал крепостную волю и освободил крестьян от всех повинностей везде возникали повстанческие отряды которые действовали на свой страх и риск часто вне связи друг с другом и интересно что обычно восставшие гремили усадьбы не своих хозяев а соседних помещиков пугачев с главными силами двигался к нижней Волге он с легкостью брал маленькие города к нему пристали отряды бурлаков поволжских и донских и запорожских казаков на пути восставших стояла мощная крепость царицын под стенами царицына в августе 1774 года пугачевцы потерпели крупное поражение и поредевшие отряды мятежников начинали отступать туда откуда пришли то есть на Южный Урал сам пугачев с группой яиц и донских казаков переплыл на левый берег Волги 12 сентября 1774 года бывшие соратники передали своего предводителя царь Петр Федорович превратился в беглого бунтовщика пугачева и не действовали уже гневные окрики Емельяна Ивановича он выкрикивал кого вяжете ведь если я вам ничего не сделаю то сын мой Павел Петрович ни одного человека из вас живым не оставит связанного царя верхом везли к яицкому городку и там сдали офицеру главнокомандующего Бибикова уже не было в живых он умер как раз в разгар подавления бунта и новый главнокомандующий Петр Панин который являлся младшим братом воспитателя цесаревича Павла имел ставку в Симбирске и туда Михельсон приказал отправить Пугачева конвоировал его отозванный с турецкой войны прославленный Екатерининский полководец Суворов и Пугачева отвезли в деревянной клетке на двухколесной телеге тем временем не сложившие еще оружие соратники Пугачева распустили слух что арестованный Пугачев к царю Петру Третьему отношения не имеет некоторые крестьяне вздыхали облегченные и говорили что слава богу какого-то Пугачева поймали а Петр Федорович на воле но в целом силы повстанцев были подорваны и в 1775 году были затушены последние очаги сопротивления в лесной Башкирии и в Поволжье подавили от колоски Пугачевского бунта на Украине победа правительственных войск сопровождалась зверствами не меньшими чем творил Пугачев над дворянами просвещенная императрица заключила что в теперешнем случае казни нужна для блага империи и склонный к конституционным мечтаниям Петр Панин реализовал призыв самодержицы тысячи людей были казнены без суда и следствия на всех дорогах восставшего края валялись трупы выставленные в назидание и невозможно было счесть крестьян наказанных кнутом ботогами и плетьми и у многих отрезали конечности Емельян Пугачев сложил свою голову на плахе 10 января 1775 года при большом стечении людей на болотной площади в Москве перед смертью Емельян Иванович поклонился собором попрощался с народом и повторяя прерывающимся голосом прости народ православный отпусти мне в чем я согрубил перед тобою вместе с Пугачевым были повешены несколько его сподвижников знаменитого атамана Чеку увезли для казни в Уфу и Салават Юлаев оказался на каторге Пугачевщина таким образом закончилась облегчение крестьянам Пугачевщина не принесла правительственный курс в отношении крестьян ужесточился а сфера действия крепостного права расширилась по указу 3 мая 1783 года в крепостную неволю переходили крестьяне Левобережье и Слободской Украины крестьяне здесь лишались права перехода от одного владельца к другому казацкая старшина получила вскоре в 1785 году права российского дворянства и еще ранее в 1775 году была уничтожена вольная запорожская сечь запорожцев переселили на Кубань где они составили казачье кубанское войско помещики по Волжье и других областей не сократили оброки барщину и другие крестьянские повинности и все это взыскивалось прежней строгостью матушке Екатерине хотелось чтобы память о Пугачевщине стерлась она даже велела переименовать реку где начался бунт и стал Яек Уралом яиц яиц казаков и яиц городок приказано было звать уральскими и станицу зимовейскую родину Стеньки Разина и Емельяна Пугачева окрестили по-новому Потемкинской однако Пугач запомнился народу и старики всерьез рассказывали что Емельян Иванович это оживший Райзин и он вернется еще не раз на Дон и по Руси звучали песни и ходили легенды о грозном императоре и его дедушках когда Пугачевщина завершилась императрица Екатерина Вторая постаралась отблагодарить тех кто сохранил ей верность действуя против бунтовщиков не обделены были царским вниманием целые сословия дворянства и купечества для восстановления разгроменных пугачевцами поместья и заводов по императорскому указу были организованы банки которые под низкий процент выдавали пострадавшим ссуды желая усилить местную власть дабы она могла лучше обеспечивать порядок Екатерина Вторая начала областную реформу страна была поделена на 50 а не на 23 как ранее губернии с числом жителей в 300-400 тысяч человек губернии в свою очередь делились на уезды по 20-30 тысяч человек во главе двух-трех губерний стоял генерал-губернатор он был сосредоточением местной исполнительной и судебной власти ему были вверены войска губерниями управляли губернаторы и им подчинялся разделенный государственный аппарат то есть это губернское правление осуществлявшее общее руководство военадзор потом казенная палата ведавшая промышленностью и финансами потом приказ общественного презрения который занимался школами больницами приютами уголовная палата судившая все засловия также имелся в каждой губернии особый верхний земский суд для дворян особый суд для горожан или как он назывался магистрат и верхняя расправа для государственных крестьян на должности руководителей всех перечисленных учреждений как и на посты генерал-губернаторов и губернаторов назначала императрица а вот уездная администрация зависела от воли местных дворян уездные дворяне объединялись в дворянские собрания которые раз в три года выбирали высшее должностное лицо уезда капитана исправника поскольку он сам происходил из данной местности то он лучше присланного из центра чиновников знал чайнее дворян земляков старался более чужака и зависел от дворянского собрания таким образом и центральные и местные дворянские интересы были учтены при проведении областной реформы она значительно укрепила императорскую власть и авторитет и при этом расширила привилегии высшего сословия в ходе областной реформы увеличили число городов многие села где размещались органы губернской или уездной власти перевели в разряд городов и так в российской империи появилось 216 новых городов городское население особенно богатые купцы получили новые права их выборные входили в органы городского самоуправления которое решало все городские дела совместно с городничьим назначаемым назначаемым правительством в 1775 году была дарована свобода предпринимательства еще до того в 1762 году Екатерина вторая упразнила торговые заводские монополии и при Петре первом чтобы оградить от внутренней и внешней конкуренции наиболее богатых и нужно государство торговли торговых людей им были пожалованы торговые и промышленные монополии это означало что никто кроме означенных в царских грамотах персон не смел торговать тем или иным товаром заводить ту или иную мануфактуру и постепенно данные монополии превращались в тормоз для развития промышленности и торговли и большинство отечественных купцов и заводчиков не входило в число обладателей монополии и было недовольно екатерининский указ о свободе предпринимательства они восприняли с восторгом тем более что от иноземных конкурентов их по-прежнему берегли протекционистские таможенные тарифы 1766 1782 и 1796 годов многие предприимчивые люди в том числе и крепостные взялись за дело теперь чтобы открыть мануфактуру не надо было брать разрешение у государственных чиновников крепостным приходилось записывать мануфактуру на имя своего хозяина и отменялся налог с числа станов купцы обладавшие капиталом свыше 500 рублей освобождались от подушной подати и в 1776 году купцам разрешили откупаться от рекручены платя впрочем крупную сумму 360 рублей за человека следствием экономической правительственной политики явился подъем российской торговли и промышленности открывались новые мануфактуры причем именно в екатерининское время опять стали возникать заводы работавшие на наемном а не на крепостном труде правда большинство наемных рабочих представляли собой отпущенных на денежный оброк крепостных крестьян отходников но все равно именно с конца 18 века можно говорить о зарождении в России буржуазного уклада который по тем временам производительнее и гуманнее крепостничество в екатерининское время ростки нового еще прекрасного соседствовали со старым и буржуазное не подрывало крепостничество а купцы и зажиточные торговые люди составили не революционный класс как в Европе 18 века а полупривилегированное сословие 21 апреля 1785 года сословные права дворян и купцов окончательно оформились в тот день были опубликованы грамоты на права вольности и преимущества благородного российского дворянства коротко ее называли жалованной грамотой дворянству и жалованная грамота города грамоты перечислили и подтвердили прежние привилегии данных сословий и внесли новые дворяне каждой губернии составляли дворянское общество которое было представлено дворянским собранием с выборным предводителем во главе собрания могло доносить о своих нуждах и требования губернаторам сенату и самой императрице за уголовные преступления дворян не лишали имений как прежде недвижимая собственность теперь преступников отходила их наследникам жалованная грамота поднимала вес служивших дворян и состоятельных помещиков дворяне которые не имели офицерского чина или чей доход был ниже 100 рублей в год не обладали правом голоса в дворянском обществе выросло значение и дворянских обществ в целом они могли исключать из своей среды опороченных чем-либо людей и дворянство именовалось теперь только благородным дворянством к новшествам жалованной грамоты городам относилось деление городского населения на 6 разрядов каждый из которых наделялся правами и обязанностями чем выше был разряд тем больше были привилегии горожан на вершине этой городской пирамиды оказались именитые граждане купцы с капиталом свыше 50 тысяч рублей банкиры с капиталом от 100 тысяч рублей и представители свободных профессий то есть архитекторы художники ученые именитых граждан как и дворян нельзя было пороть и подвергать прочим телесным наказаниям именитые граждане в третьем поколении могли подавать ходатайство о присвоении им дворянства жалованная грамота городам детально разработала вопрос городского самоуправления исполнительными оргами самоуправления становились городской глава и шестигласная дума имевшая по одному представителю от каждого разряда горожан избирались городской глава и гласные на общей городской думе члены члены общей думы выбирались на собраниях каждого разряда общая дума также определяла состав магистрата то есть городского суда в жалованных грамотах Екатерины легко заметить продолжение политики просвещенного абсолютизма просвещенная царица однако не только писала наказы и сдавала манифесты в феврале июле 1787 года Екатерина вторая совершила поездку по стране чтобы видеть как ее указы притворяются в жизнь она ехала с севера на юг приближаясь к только что завоеванному Крыму Екатерина писала о впечатлениях европейским просветителям в основном это были восторженные отклики ибо ее тогдашний главный любимец Григорий Потемкин устроил правительнице спектакль на славу вдоль дорог посадили красивые деревья поставили полосатые черно-белые столбы с указанием расстояния до столицы в городах спешно построили хорошие здания дворцы куда из Москвы доставили люстры мебель и картины и были подготовлены фейерверки и празднества в честь Екатерины II в деревнях через которые следовал царский поезд экипажи и карет строили чистенькие просторные избы крестьян мыли стригли причесывали и к приходу императрицы в крестьянские дома там на столах появлялись аппетитные обильные яства не случайно Екатерина писала что видела собственными глазами обычную пищу российских землепашцев курицу а в последнее время крестьяне по убеждению царицы стали предпочитать курицу индейку возможно сначала Екатерина II не догадывалась о том что пищу переносили пока она шла от избы к избе потом правда о потемкинских деревнях открылась словосочетание потом потемкинские деревни означающее большое надувательство приобрело нарицательный характер но деятельность потемкина не свелась только к надувательству дороги обсаженные деревьями и города в которых были построены новые здания от этого только выиграли и кроме того южные пустынные недавно присоединенные земли были заселены переселенцами казаками русскими украинцами греками немцами и прочими иностранцами которых екатерининские указы зазывали в Россию обещали готы появились новые города Херсон Екатеринослав Севастополь Одесса и новые корабельные верфи для строительства российского черноморского флота открылись в Херсоне и Таганроге до 1789 года высшее дворянское общество продолжало вдохновляться идеями просветителей Екатерина II и многие знатные персоны были меценатами например императрица выкупила у Дидроевы библиотеку за 15 тысяч ливров и при этом сама библиотека так и осталась в пользовании хозяина Голицын на свои средства напечатал в Голландии как запрещенный трактат Гильвеция о человеке восторги резко убавились когда грянула великая французская буржуазная революция 1789 и 1799 годов которая была вдохновлена идеями просветителей в начале российское общество восприняло революцию как бунт черни затруднениями затруднениями французской монархии которая часто придерживалась антирусского внешнеполитического курса даже обрадовались и в свое время король Людовик XV говорил о России что все что в состоянии вернуть эту империю в хаос и заставить ее вернуться в мрак выгнато моим интересам однако постепенно стало ясно что восстановить прежний естественный с точки зрения дворян порядок во Франции не удастся и весть о казни короля Людовика XVI потрясла Екатерину она даже слегла и в России объявили траур по погибшему монарху Россия распахнула двери перед бегущими с родинами французскими дворянами иммигранты рассказывали ужасы о революции русское дворянство насторожилось Екатерина II подумывала а не послать ли на подавление революции российские войска просвещенная императрица установила контроль за газетами и литературой которую везли из-за границы и так родилась в России цензура или как по-другому можно сказать проверка печатного слова императрица начала одергивать свободомыслящих русских людей за неугодную Екатерине вторую книгу путешествие из Петербурга в Москву в 1790 году был сослан ее автор Радищев суд приговорил Радищева к смертной казни но царица заменила ее десятилетней ссылкой в Тобольск с 1788 года начали преследовать Новикова российский просветитель издатель сатирических журналов организатор школ Новиков являлся масоном масонские тайны общества или ложи предполагали духовное исправление людей и создание нового совершенного общества во французской и американских революциях масоны играли самую активную роль Екатерина опасалась тайных масонских обществ именно из-за этого в 1788 году Новикова отстранили от управления московской типографией в апреле 1792 года Новикова отдали под суд обвиняя в еретичестве доказать вину Новикова не удалось однако это не помешало просветленной императрице в нарушении собственной жалованной грамоты дворянства конфисковать собственность Новикова а самого его на 15 лет заключить в Шлиссельбургскую крепость Итак мы с вами рассмотрели внутреннюю политику Екатерины II в следующий раз мы рассмотрим внешнюю политику императрицы а также политику ее сына Павла I на этом у меня все спасибо за внимание